Суд оштрафовал Вагнеровца, убившего 10 человек. Это шутка, но на самом деле так скоро вы услышите, что суд оштрафовал Вагнеровца, который убил 10 человек. Видите, вот сейчас средства массовой информации, в том числе и путинские, показывают, как вот в зоне СВО встретились Дмитрий Малышев 10 лет назад убил человека, вырезал его сердце и сделал из него рагу с овощами и съел. И Александр Масленников убил и расчленил двух женщин, с которыми выпивал на квартире. И то есть сейчас вот огромное количество людоедов находится на этом СВО, реальных, ну и в переносном, и в прямом смысле убийц, людоеды. А некоторые уже прибыли назад, вот, участвовавший в войне в Украине людоед Сахалина Горин, мы помним, да, убил 4-х человек, кушал этих людей, вот, и потом получил вольную от Путина, съездил на СВО, и теперь может есть кого-то дальше. Сатанист, помните, который тоже расчленил в 10-м году людей и ел их в, я не помню, в Ярославской области, тоже получил вольную. Вот сейчас 28 февраля, а, это, значит, отправили в тюрьму некого Шахматова за насилие над двумя школьницами 10 и 12 лет, а просто я так понимаю, что сейчас в законную силу вступил, потому что приговор обжаловали, почему сейчас и пишут про это. То есть это рецидивист особо опасный, попал на фронт, пришел с фронта, изнасиловал двух девочек одной 10 лет, другой 12. Вот это те, кого очень любит Путин, кого он любит освобождать, освобождать, людоеды, потому что он сам людоед. Помните, как у Хармса, у Хармса рассказ короткий, такой рассказ реабилитации есть, я там кусок могу прочитать, можно весь прочитать. Не хвастаясь могу сказать, что когда Володя ударил меня по уху и плюнул мне в лоб, я так его схватил, что он этого не забудет. Уже потом я бил его примусом, а утюгом я его бил еще вечером. Так что умер он совсем не сразу, это не доказательство, что ногу я оторвал ему еще днем. Тогда он был еще жив, а Андрюшу я убил просто по инерции, и в этом я себя не могу обвинить. Зачем Андрюша с Елизаветой Антоновной попались мне под руку? Им было ни к чему выскакивать из-за двери. Меня обвиняют в кровожадности, говорят, что я пил кровь, но это неверно. Я подлизывал кровяные лужи, и пятна – это естественная потребность человека уничтожать следы своего хотя бы и пустяшного преступления. А также я не насиловал Елизавету Антоновну, во-первых, она уже не была девушкой, а во-вторых, я имел дело с трупом, и ей жаловаться не приходится. Что из того, что она вот-вот должна была родить, я и вытащил ребенка, а то, что он вообще не жилец был на этом свете, в этом уж не моя вина. Не я оторвал ему голову, причиной того была его тонкая шея. Он был создан не для жизни сей. Это верно, что я сапогом размазал по полу собачку, но это уж цинизм обвинять меня в убийстве собаки, когда тут рядом, можно сказать, уничтожены три человеческие жизни. Ребенка я не считаю. Ну, хорошо, во всем этом я могу согласиться, можно усмотреть некоторую жестокость с моей стороны, но считать преступлением то, что я сел и испражнялся на свои жертвы, это уж, извините, абсурд. Испражняться – потребность естественная, а, следовательно, не очень преступная. Таким образом, я понимаю опасения моего защитника, но все же надеюсь на полное оправдание. Я ведь хотел кусок прочитать, прочитал полностью рассказ Хармса «Реабилитация». То есть, тогда, когда я читал это там, я не помню, в 80-м году, мне казалось, что это абсурд. Мне казалось, что это вообще гротеск, что так не бывает, а теперь я вижу, что это вполне, что там просто не хватает, да по скриптам, Путин его помиловал. Вот этого просто не хватает. То есть, мы сейчас читаем Хармса – это реализм. Мы читаем Оруэлла – это реализм. Мы читаем Кавку – процесс. Бля, это реализм. То есть, то, что раньше казалось, что это просто за уши притянуто, что так не бывает. Понимаете, это вот, пишет, образцовый солдат путинской России, так и есть. Я вот хочу тем придуркам, которые сюда случайно зашли, сказать, ребята, включите голову, да, если у вас что-то остались, какие-то мозги, включите части, те души, которые у вас остались, потому что я уверен, что нет ни одного человека, у которого не было бы совсем души. Ну, может, это Путин, да, вот, это Малифик, да. Есть Малифики – зловредители, которые всегда выбирают путь зла. Ну, вы-то имеете еще кусочки души, ну, включите ее, посмотрите на этот мир, откройте глаза, и вы увидите, какой ужас творит этот Путин, этот режим. Как они разворовали Россию, все уничтожили. И теперь тащат вас на войну. В тот момент, когда пол России тонет, он собирает понтоны и тащит их на Днепр, чтобы форсировать этот Днепр, чтобы убивать украинцев. Вы голову-то включите. Субтитры создавал DimaTorzok